Вязать я буду из акрила, детский акрил пихорка, рыжая основа, белый кантик. И такой момент. Здесь у меня 90 петель, то есть 45 см. Чем длиннее полоска, тем более интересный будет цветок. То есть можно брать и 60 см, будет еще лучше. И брать полоску шириной не 10 см, а 15 см. То есть чем шире и длиннее она будет, тем более интересный будет цветок. Смотрим вязание. Само вязание я вам не буду показывать, потому что это просто прямая полоска. Здесь самое интересное это сборка. Начинаем сборку. Мне нужна полоска трикотажа 50 см на 10 см. Здесь у меня 90 петель и 40 рядов. Видите? Белое начало, белый конец, середина рыженькая. Полосочка отпаренная. Так, я ее складываю пополам. Причем можно сложить четко пополам, а можно так, чтобы одна сторона была чуть-чуть короче другой. Так будет даже интереснее. И скалываю ее булавками. Так вот складываю, чтобы одна сторона была чуть-чуть выше другой. И булавками, булавками. Еще одна. Беру иголку с ниточкой и начинаю делать сборку. Причем сборку я буду делать по центральной линии. Вот видите, у меня линия сгиба. Я по этой линии сгиба и начинаю делать сборку. Для этого я и складывала пополам мою изготовку. Ниточка торчит. Можно традиционно собирать, а можно вот так вот из середины. Мне главное будет, моя задача будет сделать небольшую сборку. До конца прошиваю. Не всегда наши цветочки нужно отпаривать. Если мы отпариваем заготовку, она становится плоской. Вот как здесь вы видите, она теряет рельефность, теряет пышность. Для данного цветка это оправдано. Но, как правило, для всевозможных розочек, для каких-то пышных цветочков полосочки вязаного полотна не отпаривают. Как вы свяжете это полотно, совершенно не важно. Спицами или если есть навязание на машине. Потому что на машине это гораздо быстрее. На вязание вот такой полосочки нужно буквально 3-4 минуты. На то, чтобы вязать это спицами, времени надо, конечно, гораздо больше. Полотно вяжется с одной стороны лицевой вязкой, с другой изнанкой. Не платочная вязка. Я уже заканчиваю сметку. Чем длиннее наше полотно, тем пышнее будет смотреться цветочек. Само собой, наверное, так понятно. Делаю небольшую присборочку. Видите, вот, чуть-чуть присобираю. Для того, чтобы придать вот так вот объем. Можно даже подвязать. Начало нити, чтобы она не распускалась. Чтобы вот эта сборка у меня сохранялась. И теперь булавки вынимаю. Сборка есть. Форму цветок держит за счет того, что он отпарен. И так вот нанизан на нитку. Вот. Небольшая сборка. Распределить равномерно. Так вот. И начинаю скручивать. Обычную скрутку делаю. Так, наверное, лучше. Большой. Старайтесь. Так, ну, вот эти вот краешки, вообще-то, было бы, хорошо бы убрать. Вот у меня здесь хвостик остается нити. Смотрите. Продеваю. И затягиваю. Потому что вот эти края торчащие, они будут нам все портить. А мы их сейчас подберем. И они нам ничего не будут портить. То есть краешки лучше убирать внутреннюю серединку. Потому что они торчат и очень нехорошо себя ведут. А мы их вот так вот подогнули. Видите? К началу. Здесь у меня начало. Все. Я закрыла основание цветка. И теперь могу делать сборку. Не мешать не будет. Оно еще больше делает утолщение. И зато, видите, я убрала острый край. И теперь делаем защипы. Раз защип, два защип. Дальше защип по кругу. По кругу идем, делая защипы. И сразу их сшиваем. Видите? Вот. Чем больше у нас защипов. Главное выводить их на круг. Вот к центру вывели. Еще защип. Еще защип. Остановились. Сшили. Если мы не будем сшивать, соединять, то нам будет не удержать это полотно. Оно все разъедется и цветочек не получится. Сшили, посмотрели. Так, все нормально. Еще защип. Можно мыл сразу. Смотрите, чтобы у нас срез был четкий. Потому что если цветок поедет в сторону у нас, будет некрасиво. Так, еще парочка защипов. Тоже подшили. Так. Потом мы выровняем донышко и аккуратно его зашьем. Сейчас моя задача делать. Так вот, видите, один защип мы и потеряли. Сейчас мы его вот так вот восстановим. Я вам показываю, поэтому упустила этот защип. На самом деле, когда вы сшиваете, вы не отпускаете вязание. Вот вы сделали несколько зажимов, защипов. Развернули и зашили. Не упуская вот так вот из руки вязание. Потому что стоит только расслабить руку и отпустить. У нас вся волнистость уйдет. Цветок нестабилен очень. Поэтому зашиваем его безжалостно. Вот. Тогда он отлично держит форму. Видите? И до конца делаем вот эти защипы, зажимы. Закрепляем. Смотрим, чтобы у нас донышко было плоское. Для того, чтобы мы могли поставить свой цветок для дальнейшей обработки. И зажимаем вот так вот краешек. Внутрь убираем. С краю вот этот острый край, чтобы он не торчал. И цветок готов. Самое главное, не упустить защипы и аккуратненько их собрать с обратной стороны.